Доктора вызывали? Доктора вызывали? И раньше же ведь не было ни ЕГЭ, ни каких-то там массивных, как сейчас, программ профессиональной подготовки для молодых людей. Каждый сам по себе решал, куда он будет поступать и какой у него будет жизненный путь после выпускных экзаменов в средней школе. Ну и как-то в один прекрасный весенний день, готовясь к какой-то контрольной работе, уже не помню по какому предмету, я задумался, а что я буду делать после того, как сдам выпускные экзамены. И вдруг, вот прям как озарение свыше, что я буду врачом. Направление деятельности сразу как-то выбрали, нет? Ну изначально большая часть, видимо, молодых людей тяготеет к хирургии, то есть это что-то было из области хирургии, еще неосознанно в то время. И вот прям вот я буду врачом, и вдруг я понял, что да, я буду врачом, все. Родители поддержали ваш выбор? Родители были просто чрезвычайно рады, особенно мама. Хорошо. Елена Анатольевна, у вас как сложилась судьба? Ну, у меня не было озарения в весенний день. Менее романтично? Ну, как-то вот почему-то я вот так помню, что мне это было всегда с детства, что я хочу быть врачом, и даже не помню, когда это ко мне пришло. В общем-то, других мыслей у меня и не было. Девочки хотят быть или учительницами, или врачами, да? Или просто мамами? Не знаю, мам. Ну, как-то вот это было и было. Школа закончилась, поступили. Вы вот оправдались какие-то ваши ожидания от учебы в медицинских вузах, да? И с тем, что там было на самом деле. Вот как вы представляли себе это, и как было на самом деле? Это очень тяжело учиться, мне кажется, в медицинском. Учиться очень тяжело. Это действительно такой труд, если там кто-то может себе, ну, как многие говорят, студенты, там первые два года ты учишься, а потом уже за тебя учиться зачётка. У нас здесь такого нет. Ты действительно шесть лет всё время учишься. Потом у нас ещё тогда была интернатура. Мы учились девять лет, и это всё время учёба, учёба и учёба. Бессонные ночи. Стипендии, общежития. А где вы учились? Мы учились в одном высшем учёбном заведении. Тогда это называлось Смоленское государственное медицинское институт. Потом это стало Смоленское государственное медицинское академие. И затем вы не решили остаться в Смоленске работать, приехали сюда. Мы же не из Смоленска. Ну, вернулись. Елена Анатольевна, она коренная псковичка. Я из города Орёл. Мы познакомились, учились вместе. Сыграли свадьбу и приехали работать в Псков. Отношения там развязались, да? После третьего курса у нас свадьба была. То есть, вы с медициной связались с жизнью, друг с другом связались с жизнью. Так, всё пошло и пошло, да? Идёт, и будет идти, мы надеемся. Бог даст. Да, надеюсь, желаю вам этого души. Вот в семье вообще не мешает ваша специальность, ваша профессия. Уже были у нас интервью с семьями врачей, педиатр к нам приходили, да, мы разговаривали. И говорили, что иногда даже бывают на кухне такие, как дебаты, просто обсуждения бурные, что вот буквально как консилиум. У вас такого нет? О чём-то спорите вот по поводу профессии, по поводу каких-то вещей медицинских? Если профессия в чём-то и мешает, в семье наша, то это только в том, что зачастую остаётся очень мало времени на семью. Моя профессия связана в достаточном мире с хирургической активностью. Это всегда ненормированный рабочий день, это всегда экстренные выезды, ночные выезды в районы, в другие лечебные учреждения. И просто на семью мне бы хотелось иметь больше времени. Но это моя любимая работа. А насчёт консилиумов на кухне у нас такого никогда не было. Но это, видимо, зависит от людей, от семьи. Мы дома про работу стараемся не разговаривать. Нам хватает того, что мы работаем в одном лечебном учреждении и примерно на равных должностях. Елена Анатольевна, действительно всё так? Это действительно так. Никаких у нас консилиумов на кухне не бывает. Но мы, конечно, сказать, что совсем не обсуждаем тему в доме, работы в доме, конечно же, нет. Иногда это проскакивает. Но обычно, если мы что-то обсуждаем, то это такое… Может быть, даже посоветоваться что-то друг с другом, как со специалистом, но таких каких-то вот. То есть вам как-то действительно удаётся работу на работе оставлять? Ну, мы стараемся. Это потрясающе, наверное, очень хорошее качество. Мне кажется, оно, прежде всего, сохраняет семьи. Не могу не спросить такой вопрос. Коронавирус, эпоха коронавируса у нас идёт. Насколько это всё сказывается на вашей работе? Потому что медики сейчас действительно под таким большим прессингом, большим давлением находятся. Ну, как осложняют? Конечно, интенсивность работы врачей, не только врачей, вообще всего медицинского персонала, вот уже в течение восьми месяцев она возросла многократно. Конечно, в этом она сейчас работает гораздо тяжелее. Потихонечку справляются и сёстры, и санитарочки, и врачи, все стараются, и администрация. Сейчас процесс организуется таким образом, что все надеемся, что скоро мы победим эпидемию, что всё это войдёт под контроль, и жизнь войдёт в прежний русло. Елена Анатольевна, вот что вы чувствуете? Вот коронавирус как на вашу деятельность влияет? Ну, конечно, у нас очень возросла интенсивность, потому что, да, у нас наше учреждение, где мы работаем, это не красная зона, но, тем не менее, мы несем сейчас на себе всю работу, остальную работу, которую раньше несли остальные медицинские учреждения. Конечно, это очень большой объём, выросла интенсивность нагрузок, медперсонал не увеличился, все те же плечи. Многие не выдерживают, конечно, это... Сейчас многие боятся идти, в принципе, в поликлинику, в больницу, потому что неизвестно, люди с диагнозами или без находятся там с ковидом или нет. Вы думаете об этом вот часто, что можете тоже заразиться, можете тоже вот коронавирус. Ну, знаете, может быть, такие мысли и бывают, но когда ты идёшь в медицинский институт, наверное, в медицинское училище, неважно, на работу в медицинское учреждение или на учёбу, ты всегда понимаешь, что твоя профессия будет связана с какими-то заболеваниями, которыми ты можешь тоже сам заболеть. Соблюдать определённые правила. Медицинские работники, они, в общем-то, обязаны, можно сказать, с пелёнок, да? И обучены. И обучены. Как-то в нашей семье у нас такое к этому отношение, и мы это отношение поддерживаем у себя в отделении у нас, в общем-то, что все мы должны, в принципе, соблюдать те предосторожности, которые были всегда. Как в любой деятельности, в любом виде деятельности, при соблюдении определённой техники безопасности вам гарантирована безопасность в определённой степени. Но если вы работаете в медицинском учреждении, то вы всегда подвержены каким-то определённым рискам, иногда достаточно значимым. И от этого никуда не деться. Убирая профессию врача, человек даёт себе отчёт, он будет военнообязанный. По приказу Ронины, если что, начиная от имбедемии, и заканчивая медициной катастроф, он всегда будет на переднем плане. Ну, мне кажется, ещё коронавирус сейчас очень ярко показывает, как относятся люди к своему здоровью, потому что, когда начинались только вводить вот эти все меры ограничительные, носить маски, мутируйки, казалось бы, да, такие простые вещи, но некоторые их не соблюдали и по-прежнему отказываются от них, спрашивают, зачем, или соблюдают только для каких-то вещей, чтобы, например, проехать в автобус или ещё что-то. Вот на ваш взгляд. Насколько ответственны сейчас псковичи, в частности, относятся к своему здоровью? В принципе, не только касается масок и против различных мер, но вообще, насколько они готовы проводить какие-то профилактики, приходить на приём, просто посмотреть, чтобы доктор увидел, проверить какое-то здоровье своё. Здесь нельзя сказать что-то конкретно про псковичей, может быть, как-то это наши люди вообще не очень привыкли почему-то себя любить и хорошо относиться к своему здоровью. И действительно, вот вы говорите, это проблема не только коронавируса, многие же приходят к врачу уже в более запущенном ситуации, когда можно было прийти раньше. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши люди всё-таки повернулись больше к себе и понимали, что их здоровье – это их здоровье, и оно нужно только им. И, в общем-то, соблюдая вот эти элементарные вещи, которым сейчас все говорят, вот, кажется, да, банально, измерять температуру, пользоваться маской в общественных местах, мыть руки, можно защитить себя от многих вещей. Давайте по направлениям тогда поговорим. Акушерство, гинекология – это такой один из самых светлых разделов в медицине, Сергей Анатольевич. Ну, ведь да, оно посвящено рождению новой жизни. И вообще, акушер-гинеколог, мне кажется, это врач номер один для женщины. Может быть, вы нам скажете, насколько сейчас молодые женщины, девушки вообще следят за своим здоровьем и относятся к беременности, насколько ответственны, соблюдают ли режим, отвергают вредные привычки. Мне кажется, ну, хочется надеяться на это, что более ответственны, как-то люди к этому стали подходить. Вы знаете, в последнее время действительно молодые женщины, на мой взгляд, более ответственно относятся к своему здоровью. Государством проводится политика такая, вот вы видите, материнский капитал, какие-то рекламные акции, посвятительские какие-то передачи по телевидению, направленные на повышение ценности семьи. И я думаю, что это даёт в определённой мере какой-то результат, что молодые женщины становятся более ответственны к своему здоровью, к мыслям о будущем материнстве, к воспитанию детей. Но, как врачу, мне кажется, что должно быть ещё более ответственное отношение. И, конечно, это, прежде всего, должна быть государственная политика. В чём она выражается, выражалась бы, вот на ваш взгляд, государственная политика? Речь идёт не о материальной стимуляции, не о материальном поощрении. Так. Когда организации здравоохранения и политики заводят речь об улучшении демографической ситуации в каких-то странах, то обычно разбивается на два лагеря. Кто-то говорит, что нужно материальное вознаграждение, тогда всё будет хорошо с родами. Но в мире есть очень много примеров, когда страны, которые уровень жизни у них ниже, чем в России, рождаемость гораздо выше. Здесь зависят ценности семейные и традиции народные. Они не зависят от материальных стимуляций. Да, это имеет место, но это очень маленький процент. Большей части – это менталитет населения, культивирование семейных ценностей в обществе. И тогда и рождаемость, и отношение к своему здоровью будут на высоте. Не только материальная поддержка. Да, она важна, но точно так же, как мы говорим о том, что прекрасный уровень здравоохранения всего лишь примерно 10-15% обеспечивает уровень здоровья нации. Всё остальное – это вторичная, третичная профилактика. Точно так же и с демографической ситуацией. Какая у нас сейчас демографическая ситуация? Вот по Пскову, может быть, по области, вы в курсе? Дело в том, что демографическая ситуация у нас критическая. Псковская область многие года занимает третье место по самым плохим показателям демографической. По всем плохим впереди, по всем хорошим сзади. Это официальная статистика, которая публикуется в официальных журналах. Я имею в виду вот так уж и что гинекология. Достаточно тяжело у нас с этим. Давайте поговорим о возрасте рожениц. Средний возраст рожениц, мне кажется, сейчас всё увеличивается, увеличивается. Женщины рожают, мне кажется, второго, третьего ребёнка, и это уже за 30 лет. Рожают, и слава Богу. К счастью, тот период жизни, когда было модно считать, что можно родить в 35 и в 40-45, он немножко сейчас уходит. Женщины начинают понимать, что всё-таки золотой детородный возраст, как говорится, это 20-28 лет. Да, безусловно, и в 35, и в 40 лет можно родить здорового ребёнка. Всё-таки лучше всё делать вовремя. Его нужно не только родить, его нужно потом воспитать и дать ему путёвку в жизнь. Какая самая возрастная роженица у вас была на памяти, так на вашей? Ну, лично у меня 47 лет. Да нет, к счастью, там было всё достаточно хорошо. У женщины были уже не первые роды. Всё прошло просто замечательно. И она понимала, что чего она хотела от жизни, зачем ей нужен ребёнок. И она прекрасная мать была. И до родов, я думаю, что и этого ребёнка она воспитала замечательно. Елена Анатольевна, давайте о вашем направлении поговорим. Эндокринология. Ну, существует такое понятие, может быть, это стереотипное такое, что вот человек утомляется, хочет спать, ощущает какие-то мышечные слабости, да, хочет пойти на спорт, нет сил, и думает, что же со мной не так? Ну, или сезонная урвия усталость, там это осень, или нужно провериться, сходить к эндокринологу. Часто ли приходят с такими жалобами к профессионалам вашего направления, вашего профиля? Ну, конечно, с такими жалобами к нам приходят очень часто. Как только я себя плохо чувствую, да, наверное, что-то у вас с гормонами. Если особенно не находят какие-то проблемы, такие серьёзные проблемы не находятся, то, в общем-то, да, никому не понятно, что это такое гормоны, и вот довольно есть такое мнение. Если диагноз не ясен, у вас что-то гормональное. Лучше всего спикнуть на это, да? Да-да-да, к вам, к эндокринологу. Действительно, эндокринология – это наука о гормонах, и это очень интересная такая специальность, да, но не всегда усталость связана, что что-то у вас с гормонами. Хотя, да, ну, вы правы, наверное, где-то третья часть моих пациентов на приёме – это с такими жалобами. А с какими жалобами чаще всего приходят? Ну, в эндокринологии у нас как бы исторически это заболевание сахарный диабет, да, заболевание щитовидной железы, заболевание надпочечников, вот, и поэтому жалобы здесь масса, ну, в общем, большие жалобы. Растёт ли сейчас число вообще заболевших с сахарным диабетом? Да. Это проблема? Это большая проблема, и мы стоим на втором месте, ну, может быть, сейчас уже говорят на третьем месте после сердечно-сосудистых проблем, онкологии, вот, заболевания сахарный диабет. А в чём причина этого роста? Ну, причина очень простая, то, что мы мало двигаемся и хорошо кушаем. Ну, хорошо – это так в кавычках. Не всегда правильно. Да, это в больших кавычках. Это неправильное питание. То, что мы мало кушаем натуральных продуктов, переходим на какие-то такие вот более продукты быстрого приготовления. Поэтому, конечно, да, меняется наше мировоззрение. С одной стороны, это удобно, не надо на это тратить время, а с другой стороны, появляются проблемы со здоровьем. Ваши пациенты, вот, чаще всего, это вот кто? Пол и возраст? Если так, средний такой портрет взять? Ну, наверное, это большая часть всё-таки, ну, процентов 60 – это женщины, ну, также и мужское население тоже страдает заболеваниями. Возраст очень разный, потому что большое направление, если это заболевание щитовидной железы, бесплодие, то это начинает от 18 лет. В общем-то, от 18 до 100. Даже так, широкий такой диапазон. Да, 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 конечно. А вот если возвращаться к направлению Сергея Анатольевича, вот гормональные проблемы на сегодняшний день довольно часто являются препятствием для успешной беременности? Конечно. Причём это проблемы не только женщин, это проблемы мужчин. Как бы у нас это не было принято очень долго, но гормональные проблемы есть у наших мужчин, которые приводят к бесплодию, бесплодию в семье. И, в общем-то, мы здесь работаем. Да, для того, чтобы женщина забеременела, у неё должен быть прежде всего здоровый мужчина. Ну, здесь встаёт вопрос о профилактике. Какая должна быть профилактика в вашем направлении, в вашем направлении? Просто почаще, точнее, не часто, а регулярно посещать специалистов? Или этого мало? Это не профилактика. Профилактика закладывается ещё в дошкольном возрасте. Это родители, детский сад, дальше школа. Это достаточная физическая нагрузка. Это профилактика простудных, воспалительных заболеваний, что вот сейчас, в том числе и, так сказать, в пандемии коронавируса усилилась санитарно-председельская работа. Это, может быть, свою определённую роль это сыграет в последующем, кроме достаточно физической нагрузки. Это, прежде всего, соблюдение генических навыков и требований во время учёбы, когда, помните, в школе всем рассказывают деткам, как правильно сидеть, чтобы спинка не болела потом. Ведь позвоночник – это, так сказать, центр здоровья в организме. Это же так всё просто и так всё сложно соблюдать. Да, самое сложное, оно, кажется, вот так вот, самое простое. И соблюдать самые простые моменты в жизни, начиная с детского возраста, этого зачастую достаточно для того, чтобы человек сохранил своё здоровье до глубокой старости. Дальше присоединяется, Елена Анатольевна, поддерживает это правильное питание. Обязательно, да. Отсутствие режима питания. Отсутствие избыточной массы тела, соблюдение режима труда и отдыха – это все прописно истинно, мы всё это знаем. Но как же трудно соблюсти вот самое простое, да, потому что самое вкусное зачастую – это самое вредное. Коллеги спрашивали, йод, наверное, нужно пить или нет? Ну, Псковская область, официально у нас здесь не проводились исследования, но неофициально мы действительно относимся к лёгкой тире такой, может быть, средней недостаточности йода. Но здесь даже не пить йод, а, в общем-то, у нас в нашей семье у всех должно быть на столе стоять йодированная соль. Вот, это уже очень хорошая профилактика йодной недостаточности в семье. Всё-таки принимать препараты йода и не принимать, это всё-таки должен определить врач. А вот элементарные вещи, которые… Вот о них стоит помнить, прежде всего, да? Обязательно. Вы знаете, даже хотели принять такой закон о том, чтобы в магазине продавалась только йодированная соль, но, конечно, такой закон не приняли. Но были такие разговоры у моих коллег. И очень важно это для беременных и для тех, кто планирует беременность. Витамины нужно пить, принимать. Поливитаминные комплексы сейчас во всём мире эта тема звучит как предгравидарная подготовка, то есть подготовка к беременности. Речь идёт не о лечебных дозах, о дозах ежедневной потребности для коррекции. И это является достаточно мощным средством профилактики врождённых пороков плода. И в мире уже достаточно много работ, которые однозначно говорят, что это нужно делать. Безусловно, это нужно делать под контролем специалиста, врача женской консультации или семейного доктора. Раз уж мы о витаминах и поливитаминах заговорили, Сергей Анатольевич, вот правда ли, что цена и качество в этом вопросе имеют огромное значение? Потому что, ну, как я по себе помню, когда я вставала ночью по беременности, мне выписали очень дорогие витамины. Ну, это где-то за тысячу было. Ну, купила, что же делать, да, надо пить, думать о себе, о ребёнке. Можно ли как-то по меньшей цене купить что-то действительно хорошее или, к сожалению, нет? Как ответить на наш вопрос? Цена и качество везде имеют, видимо, определённое значение. Но те витамины, которые продаются в сертифицированных аптечных учреждениях, они же ведь прошли с определённых сертификатом качества, прошли клинические испытания, независимо от того, это импортные поливитамины или отечественные. Если они допущены к продаже и одобрены соответствующими органами для применения у беременных, соответственно, вы можете их принимать. А всё остальное – это рекламная компания. И нужно смотреть, наверное, на состав насыщенный. Это уже доктор будет смотреть на состав. Хорошо, тогда оставим вам эту функцию. Хорошо, давайте тогда поговорим в таком широком смысле. Что бы вы хотели изменить вообще в принципе в современной медицине, чтобы было лучше и врачам, и пациентам? Вот в чём наше здравоохранение остро нуждается в первую очередь? Вопрос на миллион. Может, даже и больше. К уровню минимума министра здравоохранения. Ну, министр в первую очередь послушивается к рядовым врачам, к рядовым пациентам. Почему бы и нет? Вы знаете, есть такая наука – организация здравоохранения. Люди проходят обучение по ней, получают соответствующие документы и потом вот руководят нашим здравоохранением совместно с администрацией всех уровней. Ну, с нашей точки зрения, что у нас, какие проблемы? Самая главная проблема – это кадры. Есть такое выражение – кадры решают всё, слышали, да? Ничего не изменилось, так и есть. Какое бы оборудование, какие бы медикаменты ни были закуплены, не будет кадров, всё будет простаивать. Много сейчас молодых специалистов вот работает вместе с вами или нет? К сожалению, очень мало. Моральные стимулы, я считаю, должны работать наравне с материальными. Ну, иллюзии, наверное, нужно какие-то опустить, что будет, ну, не очень тяжело и довольно-таки просто. Будет тяжело и непросто в вашей профессии, да? Да, но пока получается только тяжело. Молодые люди это видят и зачастую, закончив высшее учебное учреждение в последние годы, не приходят работать в здравоохранении, в практическое. А если говорить всё-таки о медицинском каком-то оснащении, о помощи от властей, ну, в частности, от областной администрации, вы ощущаете какую-то поддержку в этом вопросе? Что-то меняется? С оснащением у нас, я думаю, что получше, чем в других областных больницах даже нашего северо-западного региона, гораздо получше. И это точно. Елена Анатольевна, согласна? Ну да, я согласна, абсолютно, да. И хочется сказать, что, конечно, кадровый вопрос – это очень большая проблема. проблема, и отсюда возникает доступность. Вы наверняка слышите от населения, что доступность врачей, она практически очень напряжённая ситуация в Пскове и Псковской области. И это не из-за того, что мы какие-то лентяи и не хотим работать. Просто нет специалистов. Нет специалистов, и поэтому большая проблема попасть к врачу. Давайте немножко переключимся тогда с вопросов серьёзных, поговорим о вас лично. Я понимаю, что сегодня вы дали такие некоторые рекомендации, что нужно соблюдать какие-то режимы, пить витамины, вообще заботиться о своём здоровье, не откладывать его как-то слишком далеко от других каких-то вещей. А как вы заботитесь о своём здоровье? Спортом увлекаетесь? Мы увлекаемся физкультурой. А физкультура – это физкультура, это здоровье, понимаете? Я несколько раз в неделю играю в большой теннис, так сказать, любовь. Активность такая? Да. Мы с семьёй ходим в спортивный клуб. Три-четыре раза в неделю. Да, бывает и по пять. Дети подросли. Потратить на себя, на нас любимых, полтора часа в день стараемся всегда найти это. А какие вообще физические активности, например, если не говорить о ваших, вообще, в принципе, полезны для людей, например, пожилого возраста? Что бы вы посоветовали? Ходьба. Ходьба. Скандинавская ходьба. Очень приятно, что сейчас всё больше и больше вижу бабушек, дедушек с палками, скандинавской ходьбой занимаются. Плавание, велосипед, то бишь такие вот кардионагрузки Плавание, велосипед кому можно? Ходьба можно всем. Можно всем. Должно быть обязательно. Главное дома не сидеть и всё-таки заставлять себя что-то делать. Вы совершенно правы. Вот с этим есть некоторые сложности в период пандемии, но, тем не менее, сейчас потихоньку приходит понимание, что это, тем не менее, всё равно очень важно. Ну, не в торговые центры отправляться, а в парк. Ну, естественно. В коем случае гулять в торговом центре крайне вредно для здоровья. Что бы вы пожелали в завершении нашего такого разговора своим коллегам и своим пациентам? Конечно, всем здоровья всем. Всем здоровья. Коллегам прежде всего находить время для своей семьи, для своих детей. Пациентам беречь себя, не болеть, быть счастливыми. Всем. Спасибо вам большое за разговор. Очень приятно, что вы нашли время в своём графике прийти к нам в студию и рассказать о таких простых, о таких важных вещах. Благодарю вас. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До свидания. До свидания. До свидания.